Присоединим к беседе в нашей студии Евгения Дикова, это экс-командир взвода батальона Айдар. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, по вашему мнению, насколько правильным решением было остаться в Бахмуте и продолжить его защиту? На мой взгляд, это решение тяжелое, неприятное, но правильное. С одной стороны, громадные потери, которые мы там несем. Надо понимать, что в контактных боях, а там идут именно бои пехота на пехоту. У меня там сейчас несколько друзей воюют и в самом Бахмуте, и рядом с ним. Пользуемся каждой возможностью для связи, хотя бы потому, что не знаем, а уже завтра будет или нет. Поэтому могу сказать, что бои там достаточно уникальны и для этой войны, и вообще для нашего времени. Процитирую одного из моих друзей. А это все ребята, с кем мы вместе воевали в 2014. Единственное, чего еще не было, это в штыковую еще не ходили. Как бы шутка шуткой, но в каждой шутке есть доля шутки. То есть это бои за каждый отдельный дом, это бои с применением ручных гранат прямо в окна друг к другу. То есть когда один дом наш, другой вражеский в частном секторе. Или когда мы говорим о руинах высотной застройки, когда бывает, что одно парадное наше, другое вражеское. Такие бои, они всегда очень тяжелые и психологически, и физически. И это бои, где, разумеется, наши потери тоже очень высокие. То есть с одной стороны. С другой стороны, потери наступающего врага в разы больше. И это не только сведения Генштаба, это подтверждается каждому из тех, кого я лично там знаю. То есть что разница именно минимум раз в пять. Так вот минимум. А бывает, что и больше. И хотя получается, что вроде бы российское командование это сейчас устраивает, они вполне сознательно, по сути, именно засыпают город вот этим пушечным мясом. То есть посылают волной за волной, волну за волной вот эту вот пехоту, можно сказать, на убой. Но, то есть они исходят из того, что они могут себе позволить. Что вот так вот первая волна ляжет, вторая ляжет, а третья или, например, четвертая все-таки выдавит уставших защитников с их позиций. И так они постепенно и продвигаются. Так они, собственно, солидар взяли. Но на самом-то деле даже русская армия не может до бесконечности нести такие потери. И все больше русских частей становятся, по сути, небоеспособными после участия в боях в Бахмуте. И они уже сейчас не поддерживают русское наступление на других участках фронта. Они все связаны вот этим одним маленьким райцентром Бахмут. Вот. А потом, когда придет время нашего контрнаступления, тоже не факт, что части, которые прошли Бахмут, что они будут в состоянии даже нормальную оборону держать. То есть это такая жуткая, на самом деле, мясорубка. Вот. Но в которой враг теряет гораздо больше, чем мы. Ну, если, конечно, не брать такой фактор, как, извините, качество людей. То есть, ну, я не считаю, что можно так мерить, стоит ли один наш защитник пяти вагнеровских зэков. Он пяти тысяч их стоит. Но это все-таки эмоции. Это вот, скажем, человеческий аспект. Но в чисто такой циничной военной арифметике, а, к сожалению, к ней приходится прибегать, вот надо калькулировать именно финальный результат, то пока что бои за Бахмут все-таки гораздо выгоднее нам, чем оккупантам. То есть их потери ничем не компенсируются. Там они бессмысленные в таком масштабе. Но это то, что касается чисто военного аспекта. Но кроме военного аспекта есть не менее существенный аспект гуманитарный. Дело в том, что Бахмута как города, по сути, сейчас не существует. Это полностью разрушенный город. Это место на карте, где был 70-тысячный. И, кстати, очень такой симпатичный, красивый и уютный город. Увы, это теперь место на карте. Это руина. А за спиной Бахмута стоят четыре других донецких города. Симмерск, Славянск, Краматорск и Константиновка. И эти четыре города, они и сейчас живые. Да, они прифронтовые. Там напряженно. Туда иногда даже что-то долетает издалека. Но это целые города с целой инфраструктурой. В них из кучи гражданского населения. В них можно жить. А вот если мы сдадим Бахмут, а не исключаю, что, к сожалению, это может все-таки в какой-то момент стать необходимостью. С военной точки зрения поменяется не так много. Мы просто отойдем на следующую линию обороны, которая давно готова. И это будет отнюдь не обвал фронта, не прорыв фронта. Это очень далеко от выхода даже на административные границы Донецкой области. То есть с военной точки зрения мало что поменяется. А вот с гуманитарной четыре города из тыловых станут вот такими же фронтовыми, как сейчас Бахмут. И весьма вероятно, что в таком случае Сиверск, возможно, вообще придется сдавать. То есть после сдачи Бахмута он окажется в очень невыигрышном, скажем, расположении. А остальные три – Константиновку, Славянск, Краматорск. Вот эту городскую агломерацию, ее, по сути, можно держать бесконечно долго. Даже вот не к ночи будет помянут мой тезка Пригожин, он сам говорит, что он бы агломерацию Славянск-Краматорск, он бы брал полтора года. Ну, естественно, никто им полтора года не даст. То есть, разумеется, эти три города мы удержим. Но они при этом превратятся в то, чем сейчас стал Бахмут. То есть, три пока что абсолютно целых мирных города рискуют превратиться в полную руину, если нам придется перейти на следующую линию обороны. И это далеко не последнее соображение, которое принималось во внимание, когда решали держать дальше Бахмут или не держать. То есть, по сути, это в значительной мере гуманитарное решение, потому что если придется уходить из Бахмута, то сразу придется эвакуировать население четырех достаточно крупных городов. Ну, Сиверск еще маленький, но остальные три – это реально здоровые города. Они все размером как Бахмут или больше. То есть, придется их всех оттуда эвакуировать и, по сути, понимать, что потом эти города придется почти с нуля отстраивать. И вот из-за этого, собственно, и держится Бахмут. А удержится он или нет, решается не в самом городе, потому что в самом городе понятно, что попытки россиян брать в штурмом, они, в общем-то, зашли в тупик. Ну, вот они, вот так вот продвигаясь от дома к дому, они смогли выдавить наших защитников из-за восточной части города и дошли до речки Бахмутки. А вот все. А вот речка Бахмутка – это уже тот рубеж, который удобно удерживать. И думаю, что перейти через нее им напрямую вообще вряд ли удастся. А другое дело, что идет борьба за трассы. Вот борьба, вот судьба Бахмута сейчас решается не в самом городе, а судьба Бахмута решается на двух трассах. Вот трасса на Славянск практически полностью уже перекрыта оккупантами, и выбить их оттуда, ну, крайне трудно. А вот за трассу на Константиновку идут отчаянные бои. И эта трасса простреливается на самом деле. Там уже сейчас, скажем, каждая проводка колонны – это экстрим, но при этом там ездят. Там ездят каждый день, то есть логистика продолжается. Вот она продолжается уже в экстремальном режиме. Там в одной из точек надо проезжать примерно 400 метров от ближайших вражеских позиций. А прилетает практически везде. Но все равно это не то же самое, что перекрытая трасса. Совсем не то же самое. Вот если русские прорвутся за трассу на Константиновку, тогда да. Тогда, скорее всего, самым разумным решением будет оставить Бахмут и отходить. А если же наоборот их удастся от трассы отодвинуть, хотя бы за Клещеевку, тогда, в принципе, Бахмут может держаться еще достаточно долго. Вот, по сути, идет сейчас борьба за коммуникации, борьба за логистику. И я бы сказал, что никто, например, из тех, кого я знаю там, а это довольно разные подразделения, то есть информация у них разнообразная, там, знаете, когда ты сидишь как пехотинец в окопе, ты видишь один аспект войны. Когда ты, например, в силах спецоперации и ходишь в рейды, ты видишь по-другому. Ну, так вот, никто из них сейчас не берется сказать, удержим или не удержим. Вот оно сейчас ровно 50 на 50. Ну, здесь вопрос тогда, насколько деморализована российская армия. Озвучивал президент Украины Владимир Зеленский цифры, что украинским военным удалось уничтожить более 1100 солдат. Это только на Бахмутском направлении. И в какой, как можем ли мы сейчас понимать, это в арифметической, в геометрической прогрессии будут расти потери российской армии? Ну, если они дальше будут вот так вот мясными волнами наступать, то потери будут увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И, похоже, это уже начинает все-таки сказываться. Не сработало то, на что многие из нас, да, кстати, даже я, рассчитывали в начале большой войны, что когда пойдет громадное количество цинков, то, собственно, сама Россия как-то там восстанет, восстанет, начнутся какие-то там движения солдатских мамочек, как во время Чеченской войны или во время Афганской. Нет, это не сработало. А вот зато сама армия воюющая, вот она чем дальше, тем больше реагирует на такое количество потерь и на такую их бессмысленность. Вот когда уже, например, после боев под Углидаром, по сути, уничтожили в ходе этих боев наши защитники две бригады морпехов, и когда вместо них бросили 136-ю мотопехотную бригаду, кстати, моих лично очень давних знакомых, именно с этой 136-й ОМБР из Подмосковья мы в свое время встретились под Луганском в августе 2014 года, когда, собственно, началось первое вторжение именно регулярных войск России в Донбасс. Ну ладно, это история, это лирика. Так вот, когда 136-ю ОМБР бросили сейчас на Углидар, вот они уже сразу начали с того, что записали видеообращение, что не, а мы так как морпехи не пойдем, а нам, пожалуйста, дайте первое, второе, третье, четвертое, вот и только тогда мы попробуем, потому что мы не хотим, чтобы нас так глупо положили, как их. Знаете, когда уже строевая часть позволяет себе публично выкладывать такие видеообращения, это очень показательно. Ну вот смотрите, что еще пишет The New York Times, что битва под Углидаром, о битве под Углидаром напомнили еще 1 марта, что вооруженные силы Украины победили в крупнейшем танковом сражении, и Российская Федерация там потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров. И сегодня мы уже обсуждали, что есть, допустим, ЧВК Вагнер, а есть ЧВК Патриот, да? Вагнер, это, понятно, Пригожин, Патриот это Шойгу, министр обороны России. Вот, соответственно, не кажется ли вам, что сейчас такие показательные выступления за выживание проходят? Таракань и бега. Не просто борьба с Украиной, там, да, война против Украины, а, по сути, соперничает две ЧВК между собой. Только Вагнер показательные выступления делает в Бахмуте, а под Углидаром, соответственно, ЧВК Патриот. И кто первый попытается, не знаю, захватит, не захватит этот город, тот, по сути, и крутой. Тот молодец там. Да, а тот и молодец. То есть так, получается, они между собой соперничают? Не, ну там где-то еще ЧВК рядут, где-то там еще болтается. Там еще какое-то, я там не так давно слышал. И две основные ЧВК. Да, это, в принципе, вообще отдельное интересное явление, на которое, я смотрю, с большим интересом и надеждой, этот вот парад ЧВК в России. Ведь абсолютно очевидно, что, да, вот даже Газпром уже при себе свою ЧВК создает. Абсолютно очевидно, что это не для войны с Украиной. В войне с Украиной какие-то хоть серьезные, какие-то, ну хоть немножко серьезные достижения имеют только Вагнеры. Вот, и то, на самом деле, только тогда, когда им все равно придавали во взаимодействие регулярные части десантников, давали им артподдержку и авиаподдержку, извините, никак не частную. Вот только тогда, собственно, даже Вагнеры добивались реального успеха. Про какие-то реальные боевые успехи Патриота или Редута пока вообще не слышал. А вот скорее речь идет о другом, что пауки в банке, во-первых, грызутся между собой. Вот, и если пока они грызутся, как бы, в том числе за благоволение государя-императора, но на самом деле многие из них уже начинают допускать, что государь-император теперь уже очень невечный, что после его, там, ну, неважно, там, смерти, политического устранения, в общем, краха нынешнего режима, будет борьба за передел власти в России, а может быть даже за передел самой России по частям, и в этой борьбе будут участвовать только те, у кого будут свои частные армии. И вот, собственно, создание этих своих частных армий под прикрытием, якобы, кто лучше повоюет в Украине, вот, мне кажется, вот именно это мы сейчас и наблюдаем. То есть это армии, которые уже готовятся именно к завтрашней России, России после Путина. А на фронте эти ЧВК на самом деле мало на что влияют. То есть реально только Вагнеры повлияли, и то в основном потому, что в свое время Пригожину позволили набрать 50 тысяч заключенных, и расходовать этих заключенных абсолютно вообще не считая. Ну, знаете, любой, у кого есть 50 тысяч пушечного мяса, которое можно вообще не жалеть, и которое таки исправно, покорно пойдет в атаку за атакой, ну тут любой может себя вообразить великим полководцем Жуковым, вот, потому что вот, собственно, маршал Жуков примерно так и воевал. Вот и Пригожину на какой-то момент показалось, что он уже Жуков. Но как только у него испортились отношения с военным руководством России, и его, как он утверждает, посадили на голодный паек, а на самом-то деле, если мы посмотрим размер этого голодного пайка, то мы увидим, что его просто приравняли к обычным строевым российским частям. И сразу как-то весь ореол побрек. — Ну, слушайте, вот при всем том, как теряют вот эти элитные подразделения, как говорил Пригожин, да, называл своих бойцов, да, элита, которая была направлена... — Элитные, да. — Да, 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 да. Учитывая, что, да, там вот тысяча за сутки только, да, там, «Гардиан» писали, что десятки тысяч вообще в целом потери именно у вагнеровцев могут быть. Но вот самого Пригожина что может ждать? Потому что тоже сегодня обсуждали тему вообще дальнейшая судьба Пригожина, говорили. И вот прозвучало мнение, что там убрать его могут. Сам-то Пригожин не боится конкурировать, ну, с тем же Министерством Бароны, в принципе, да, какие-то упреки или там недовольство высказывать в адрес Путина? — Ну, я не настолько глубокий специалист в вот этой паучьей банке. Вот все эти войны башен Кремля, честно говоря, меня они как-то всегда меньше интересовали, потому что как бы мы, скажем, не получали удовольствие от их грызни между собой, но это речь именно об удовольствии. Все-таки воюют против нас они достаточно единым фронтом. Да, иногда с какими-то нюансами, вот как в случае, кому больше снарядов, кому меньше снарядов, но все-таки против нас они едины. И нам надо рассматривать их пока что как единого монолитного противника, хотя, да, любопытно понаблюдать, что у них там внутри. Вот, я не берусь судить, скажем так, может ли себе позволить Шойгу убрать Пригожина, может ли там, за кем из них там стоит ФСБ, за кем армия там, за кем, вот где в этом раскладе кадыров. Вот честно, вот меня это довольно мало интересует, потому что с нашей точки зрения это одна вражеская армия, которую нужно остановить и уничтожить. А вот дальше, возможно, будет интересно понаблюдать за их разными ролями в той российской смуте, которая начнется после нашей победы. Евгений, вот тут еще Бибиси, русская служба Бибиси Ньюс сообщает, что пока в центре внимания мировых СМИ остается объективно Бахмут, наемниками Пригожина российские мобилизованные продолжают записывать жалобы Владимиру Путину, о чем уже поговорили, да, недовольны тем, что из террабороны их переподчиняют командованию аннексированных так называемых ДНР и ЛНР, проксиобразований, и отправляют лобовые штурмы украинских укрепрайонов. В армиях самопровозглашенных республик, в свою очередь, недовольны низкой мотивацией, навыками свежего пополнения. У меня тут вопрос, вот вы употребили этот термин местные штурмы, да, его и Бибиси тоже, Бибиси Ньюс тоже употребляет. Зачем российских мобилизованных передали в подчинение так называемых народных республик? С какой целью? Ну, вообще-то, насколько я понимаю, народных республик уже не существует. Они вообще-то уже теперь тоже субъекты федерации. И дальше... Да-да-да, по конституции, да. Тут могла сработать вполне такая бюрократическая логика. Ну вот есть два субъекта федерации, на территории которых идут боевые действия. Логично, что подразделения террабороны должны им подчиняться, как любому... Ну вот, грубо говоря, на тех же основаниях, как губернатору Воронежской, скажем, или губернатору Брянской области, подчинена терраборона в этих областях. Да, Евгений. Хорошо. Еще хотелось бы... Одна тема еще одна важная. У ликвидированного оккупанта нашли интересную памятку, как вести себя в случае ЧП. Российским оккупантам, которые находятся на оккупированных территориях нашей страны, Украины, выдали инструкции, так называемые, по поведению с гражданскими. В частности, в случае чрезвычайных ситуаций или ДТП, совершенного нетрезвым российским военнослужащим, им предписывается представляться наемниками частной военной компании «Вагнер». Об этом группа информационного сопротивления сообщает. И в телеграм-канале группы опубликовали даже фото памятки, которая была найдена на теле одного из ликвидированных российских военнослужащих. Вот, соответственно, для чего? Для того, чтобы еще больше дискредитировать ЧВК «Вагнер». Вот это уже явно привет от Шойгу. Это уже явно Шойгу и Герасимов пытаются окончательно, так сказать, устранить конкурента в лице Пригожины. И, ну, кстати, вот именно этот их ход я бы назвал достаточно креативным. То есть они отлично понимают, что все их так называемые регулярные солдаты, точно так же пьяные с оружием, подпадают в кучу инцидентов с местным населением, то есть ведут себя именно как, в первых, оккупанты, во-вторых, как пьяные оккупанты. А раз уж такая проблема есть, а давайте мы ее всю навесим именно на Вагнеров, и таким образом сделаем картинку. Армия чистенькая и красивая, как вежливые зеленые человечки в Крыму в 2014 году, а рядом гнусные гулаговские зеки Пригожина, которые вот позорят страну и таким образом создают антироссийские настроения. Что, как раз, кстати, довольно хороший ход, я бы сказал. Ну и тоже, когда мы говорим о том, как развиваются события в районе Бахмута, звучало как-то мнение, что, ну, надо же какое-то, хотя бы что-то знаковое захватить, но поскольку Бахмут, крепость оказывается вот такая непосильная, то могут россияне переключиться на какую-то более доступную крепость, на какую-то, которую смогли бы взять, и таким образом показать, что вот, смотрите, результаты такие вот они, налицо, пожалуйста. Что вы по этому поводу думаете? Или нет? Или Бахмута они будут жать и жать? Пойдут вот такую более уязвимую крепость. Ну, почти с такой же интенсивностью, как вокруг Бахмута, идут бои вокруг Авдеевки. И точно так же идут уже много месяцев. Да, вот в последнее время очень усилились, но и, в общем-то, они выглядят пока точно так же. То есть абсолютно идиотские штурмы в лоб, которые, к счастью, успешно отбиваются защитниками. Дальше была попытка прощупать Углидар. Ну, там вообще все получилось просто прекрасно. То есть если, например, за оборону Бахмута и мы платим очень дорогую цену, то в Углидаре как раз все вообще именно вот так, как хотелось бы, чтобы было всегда. То есть минимальные потери наших защитников при полном разгроме наступавшего врага. Ну, а что у них тогда еще остается? Попытка наступления на... попытка вот назад отбить освобожденный осенью Купенск-Узловой явно уже захлебнулась. Да, они слегка подвинули нас под Кременной. В принципе, заставили, скажем, перейти от наступления опять к обороне. Но и все. Дальше трех-четырех километров они там продвинуться не смогли. Поэтому как раз я бы сказал, что, ну, единственная как раз цель, которая действительно, пусть и очень дорогой ценой, но все-таки может им достаться вот в обозримой ближайшей перспективе, это все-таки вот несчастный Бахмут. Вот если там им удастся прорваться на час авьяр и перекрыть трассы, ну, тогда все-таки придется уходить. Ну, вот мы сейчас говорим больше о Востоке, объективно, и о Бахмуте, и об Углидаре, и о Кременной. И понятно, почему мы говорим, но это скорее удержание и перемалывание медленного противника для большего накопления, как я понимаю, техники военной. Что, сошлюсь на уже известную цитату Бена Ходжеса, экс-командующего войсками США в Европе, он сказал, что Украина должна сначала освободить Крым, а затем Донбасс. Вот как вы расцениваете это заявление и объективно, а что сейчас происходит? Ну, мы мало говорим сейчас о юге, и, наверное, я бы даже говорил не о Херсонской области, а скорее о Запорожской. Вот там... На юге у русских сил для наступления нет. Они один раз попробовали прощупать нашу оборону на Запорожском направлении, поняли, что она надежная, все, больше даже там не дергаются. А вот, к сожалению, они там заняты другим. Они там заняты построением именно такой эшелонированной обороны, трех, четырех, кое-где даже пятиуровневой. Вот как, например, вокруг Мелитополя, там уже пять колец обороны, по сути. И, к сожалению, это надо признать мудрым их решением. То есть они отлично понимают, где, скорее всего, будут развиваться основные события, когда мы наконец-то перейдем к ожидаемому давно уже весенне-летнему контрнаступлению. Вот мы действительно копим для него силы. Тут мы не раскроем никакой секрет, если это скажем. Что, во-первых, успешно проходит, да, там рядом, скажем, серьезных косяков по тому, как она происходит. Но в целом успешно проходит новая волна мобилизации. То есть куча народа сейчас уже проходит обучение в новоформируемых частях. И эти новоформируемые части сейчас никто не бросает на фронт. Даже вот такую страшную дырку, как Бахмут, новыми частями не затыкают. Точно так же возвращаются тысячи украинских бойцов, прошедших обучение за границей. И на фронте их никто не видел. То есть их всех держат для наступления. То есть скапливается большой резерв. Ждем подвоза железа от союзников. Вот оно, к сожалению, очень медленно едет. Но в любом случае пока есть чем заниматься. Вот, собственно, по организации этих новых бригад. Вот по их обучению. А потом, плюс нужно переждать и русское нынешнее наступление. Пока вот оно перемалывается, в частности, в Бахмуте, в Авдеевке, в Угледаре. Вот. И нужно переждать грязь. То есть, по большому счету, нам для успешного контрнаступления нужны люди. Они уже есть. Нужно железо. С ним труднее. Но как можем, выпрашиваем. И постепенно, по чуть-чуть приезжает. И твердый грунт под ногами. А он будет где-то в конце апреля-мая. И вот тогда, скорее всего, основные события развернутся именно на юге. И я абсолютно согласен с Беном Ходжесом, что с чисто военной точки зрения, вот если вынести за скобки политику, а политику вынест за скобки еще товарищ Путин. Если какое-то время назад часть наших западных союзников говорили, что ну вот освобождайте все, но Крым, он как-то особенный, хотя с точки зрения международного права, вот ничем он не особенный. Но после аннексии еще четырех областей, Путин сам приравнял Крым к любой другой экипированной России территории. Все, он больше не особенный. И, соответственно, с военной точки зрения, освобождение полуострова гораздо легче, чем освобождение вот этой вот Донецкой промышленной индустриальной агломерации. Вот с кучей именно городов с высотной застройкой, с кучей шахт с промзонами. Вот на самом деле, после того, как мы уже прорвемся на оперативный простор на юге, то есть когда нашими станут Мелитополь и Бердянск, дальше вопрос взятия Крыма будет чисто техническим. И я напомню, что, например, город русской славы Севастополь, враги осаждали разные, причем враги осаждали трижды. Во время Крымской войны, во время Первой мировой и во время Второй мировой. И во всех трех случаях его всегда успешно брали. Этот самый якобы неприступный для врагов легендарный Севастополь. Вот я думаю, что вот мы будем четвертыми, и это, в общем-то, ну, это вопрос уже только времени. Действительно, это вопрос только времени. Евгений, вам огромное спасибо за участие в нашем марафоне. Сегодня зрителям напомню, Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона Айдар, был с нами на связи.